Местная клубника Теперь вот клубника. На очереди форель, которую тоже активно разводят в абхазских хозяйствах, огурцы, помидоры. И вообще, кто сказал, что абхазский крестьянин с линцой? Ему только дай возможность и создай более-менее приемлемые условия, он горы свернен. Конечно, руки опустятся, когда от государства не было никакой помощи. Не помочь с кредитами, не побороться с контрабандой и, соответственно, с захватившими рынок зарубежными конкурентами, которые мало того, что не платят налогов, так и вовсе травят наших граждан товаром непонятного качества. Сейчас, хоть ненамного, процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки. Стали кредитовать фермерские хозяйства. По мере обустройства государственной границы по реке Ингур потоки контрабанды так или иначе сокращаются. Хотя там, конечно, будем реалистами непочатый край работы. Похоже, чтобы победить спрут со всей этой разветвленной армией, кормящегося на границе криминала, нужна целая войсковая операция. Но пока таких сил ни у одной абхазской власти не было. И вряд ли в ближайшей перспективе предвидится. Но есть и иной путь борьбы с контрабандой. Это самим производить продукт, ну хотя бы сельскохозяйственный. Во всех программных прожектах социально-экономического развития страны подчеркивается, что туризм и сельскохозяйственная отрасль – это базовые элементы абхазской экономики. Если курортная сфера, учитывая огромное количество приезжающих сюда на отдых россиян, действительно стала таковой, то вот ситуация с сельским хозяйством пока что выглядит как большой свод благих пожеланий. Долгие годы из-за небольшого внутреннего рынка считалось, наше сельское хозяйство, чтобы получить развитие, должно быть ориентировано на экспорт товара. Чувствовалось, что раскрученный советским дефицитом бренд абхазских мандарин явно заслонял суровую реальность. И пока мы грезили попасть на чужой рынок, в итоге потеряли свой. Образно говоря, не думая о фундаменте, мы долго и упорно говорили о том, какой должна быть крыша. Но так не бывает. Никакой экспорт невозможен, если внутренний рынок не принадлежит тебе. Это аксиома. Допустим, в Польше, активно экспортирующие свои яблоки за рубеж, вы не найдете никаких яблок, кроме польских. Так же, как в Греции других олив, кроме греческих. В Бразилии другого кофе, кроме как бразильского. И сейчас мы потихоньку начинаем к этому приходить. Чтобы экспортировать те же помидоры, нам необходимо прежде всего завалить томатами собственный рынок. Наш сельхозпроизводитель уже заявляет о своей готовности окучить внутреннее пространство. Благо, многочисленные отдыхающие, которые хотят есть местные фрукты и овощи, а не заморские, от которых они в той же России порядком устали, ему в этом помогают. Теперь очередь государства этому стихийному процессу придать организованный характер. Посредством организаций заготовительных контор, перерабатывающих предприятий, сезонных сельхоз-ярмарок, выделения дешевых кредитов. И вот когда мы отвоюем собственный рынок от контрабанды, можно будет говорить об экспорте. Слава Богу, клубника уже наша. Продолжение следует... Продолжение следует...